МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках те ребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. В этих словах известной советской песне лишь отчасти есть доля истины. Дело в том, что по статистике в мире рождается больше мальчиков, чем девочек. И только в возрастной группе 45 плюс это соотношение меняется. Это факт. Но средняя продолжительность жизни мужчин, которая в нашей стране приблизительно 69 лет, это на самом деле на 10 лет меньше, чем у женщин. Почему это? Об этом мы будем сегодня говорить. В целом статистика радует цифрами, что отражается в положительной динамике роста общей продолжительности жизни белорусов. Так, с начала 2000 года средний показатель увеличился более чем на 4 года. И это самый высокий показатель роста, начиная с 1960 года. Что касается остального мира, то самая высокая средняя продолжительность жизни женщины 87 лет в Японии, а самая высокая средняя продолжительность жизни мужчин более 81 года в Швейцарии. А вот хуже всего дела обстоят в Сиерра-Леоне. Там женщины живут в среднем 51 год, а мужчины 49. Но соотношение между цифрами во всем мире остается примерно одинаковым. Сейчас время представить наших сегодняшних гостей. Итак, давайте знакомиться. Сегодня в гостях у программы «Тело человека» врач-терапевт высшей квалификационной категории, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Беларусь Леонид Ибрагимович Друян. Здравствуйте. Здравствуйте. А помогать нам сегодня будут традиционно двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Валерия Сковородка и Артур Макаров. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Мы начинаем нашу передачу с вопроса вам, поэтому, пожалуйста, внимание на экран. То ли по законам генетики, то ли вследствие особенностей физиологии кое-какие смертельно опасные или просто неприятные заболевания чаще предпочитают развиваться в мужском организме, хотя могли бы нагрянуть и в женские. С физиологией все более-менее понятно, хотя бы потому, что некоторыми органами мужчины и женщины все-таки отличаются. А вот что касается генетики – загадка. Отгадывать ее сегодня не надо, просто назовите эти заболевания. Ребята, прозвучал вопрос для вас. Вы пока можете подумать, вспомнить, какие заболевания чаще у мужчин, чем у женщин, а мы начнем наш разговор. Леонид Добрагимович, уже мы сегодня сказали о том, что мужчины все-таки живут меньше, чем женщины, хотя традиционные причины смертности для обоих полов одинаковые. Давайте их озвучим. Международная статистическая классификация болезней приводит 21 класс болезней. И вот среди этих классов, относительно наиболее опасных и приводящих к смертельным исходам, можно выделить три. На первом месте – это заболевания органов кровообращения, сердечно-сосудистая система. Второе место занимает новообразование, то есть опухоли. И на третьем месте – заболевания органов дыхания. Вместе с тем, мировая статистика приводит разные данные, но вот наиболее характерные или показательные 20 заболеваний, которые наиболее часто приводят к смерти. И на первом месте находится ишемическая болезнь сердца. А на втором месте – инсульт. А третье, четвертое и пятое – это различные заболевания органов дыхания. Что касается смертности мужчин, то действительно, в общем, в целом, смертность мужчин в два раза выше, чем женщин. Первую строчку, вы сказали, все-таки лидер вот этого печального топ-листа занимает ишемическая болезнь сердца. В возрастной группе 35-65 лет известно, что пять раз чаще страдают мужчины. Да. А давайте назовем, почему это происходит. В ишемической болезни, во-первых, надо представлять, что это за болезнь. Ишемическая болезнь сердца, в основе ее лежит образование атеросклеротической бляшки внутри коронарной артерии. То есть сосудистое заболевание, и эта коронарная бляшка, она закрывает просвет, уменьшает его и закрывает. Это приводит к развитию или стенокардии грудной жабы, или инфаркта миокарда. И это заболевание вообще говорят, что если бы его удалось победить, то человек бы жил 120 лет. Но, к сожалению, его не удается победить. В основе атеросклеротической бляшки лежит атеросклеротический процесс. По-простому сказать, это инфильтрация капелек жира в стенке сосудов. И поэтому здесь и можно сказать, что в профилактике этого нужно делать все для того, чтобы предупредить вот эту жирную инфильтрацию стенки. А следующие моменты, которые встречаются и у женщины, и у мужчины, но у него преобладают эти причины, это стрессовое состояние. Мужчина больше рискует своей жизнью, менее отдает себе отчет в состоянии своего здоровья. Иногда стесняется говорить о своих недугах. Реже ходит к врачу. Тем самым замедляет раннюю диагностику заболевания, когда можно будет помочь и совершенно уберечь его от смертельного исхода. Ну и те факторы, которые тогда приводят первыми, это курение, злоупотребление алкоголем, это ожирение, это наследственные факторы и многое другое здесь. Что же нужно делать, чтобы избежать, возможно, такого диагноза, как ишемическая болезнь сердца, или, по крайней мере, немножечко затормозить развитие этих болезней и улучшить качество жизни мужчинам? Ну, исходя из причин, которых я сказал, то и нужно будет постараться их ликвидировать. Вот, например, я говорил, что эта инфильтрация жиром сосудистой, следовательно, нужно употреблять меньше жира. Наиболее опасен это животный жир. он лучше проникает в стенку сосуда. И в этом плане я бы сказал, что нужно ограничить употребление некоторых продуктов. Но тут еще важно возраст. Ну, мужчине, я думаю, лет с 30-35, а женщине на 10 лет позже. Но это не значит, что до этого возраста можно делать, что хочешь. Нужно разумно питаться, и тогда не будет этой инфильтрации. Я бы еще обратил внимание, поскольку мы имеем выход на население, что, например, сметана для больных атеросклерозом уже и лиц пожилых или близко к этому возрасту она не рекомендуется, особенно жирная. Вот я, например, могу сказать, что у кроликов вызывали экспериментальный атеросклероз кормлением его только сметаной. Очевидно. Поэтому, конечно, этот продукт, другие продукты, которые содержат жиры, или холестерин. Но здесь тоже надо быть очень осторожным. Потому что, допустим, холестерина много в яйцах, в желтке яйца. Но это не значит, что мы не должны кушать яйцо. Природа создала этот продукт в правильном соотношении разных ингредиентов. И здесь холестерин не столь вреден. Но вместе с тем, человек, который или страдает атеросклерозом, или подходит к этому, то он должен контролировать. Не значит, он должен каждый день кушать по два яйца, яйца, например, как летному составу дают ежедневно два яйца. А ему достаточно два-три раза в неделю. Жирное мясо и другие продукты, которые содержат эти жиры. Я бы с этой точки зрения еще сказал. Курение. Вот говорят, не кури, не кури. Иногда говорят, а вот он курил столько, прожил 80 лет и так далее. Всегда на это говорят, если бы не курил, то прожил бы больше, там на 10 или на 20 лет, не знаю, больше. В чем же причина этого? Это же не просто так, не курите. Дело в том, что курение способствует спазму сосудов. И часто эти происхождения, вот спазм, расширение сосудов, ведет к нарушению эндотелия внутренней оболочки. А если есть еще предрасположенность, к развитию атеросклероза, а у мужчин это абсолютно доказано, следовательно, неправильное питание, жир, он лучше проникает в эту область. А где это опасно? Это в сердце опасно, в мозге опасно, инсульты. Это все причина этой. Поэтому здесь нужно придерживаться этих рекомендаций. и, конечно же, своевременно обращаться к врачу. И мужчине ни в коем случае нельзя стесняться. Ведь общеизвестно, что приспосабливаемость мужчины к изменяющимся внешним условиям среды менее совершенна, чем у женщины. Несмотря на его физическую силу, он более агрессивен. часто рискует и меньше уделяет внимания. Женщина ведет более здоровый образ жизни. Даже в связи со своим вниманием к внешнему виду, она следит за весом своим, а следовательно вес, это естественно, тот же жир я сегодня буду, но мы говорим, уже и не раз об этом будем говорить. И еще на один момент хотел бы обратить внимание с точки зрения профилактики. Вот я назвал в этом перечне 20 опасных для жизни заболеваний два. Обратили внимание первое ИБС, а второе инсульты. И вот я хочу объединить эти болезни гипертоническую болезнью, артериальной гипертензией. Эти люди страдают артериальной гипертензией, следовательно, для того, чтобы не было летальных исходов от ИБС, нужно контролировать артериальное давление. Дело в том, что 30% населения болеют артериальной гипертензией, 30% во всем мире. Пожилые люди болеют это чаще. Поэтому нужно контролировать. Вот на производствах иногда делают исследование артериального давления, и 100 человек, 20 не знают, что у него, считая себя здоровым, не знают, что у них повышено артериальное давление. Поэтому я бы тоже добавил для мужчин, это не значит, что женщинам надо делать, но поскольку так стоит вопрос, то обязательно контролировать давление, это тоже имеет отношение к профилактике ишемической болезни сердца, которая занимает первое место. Инфаркты, стенокардии, там, нарушение ритма, все это приводит и целый ряд других и сложный. Спасибо, Леонид Брагимович, очень подробно, все понятно. Давайте сейчас мы послушаем ответ наших ребят, что они подготовили о генетической предрасположенности мужчин к заболеваниям. Кто будет отвечать? Вы решите мне ответить? Да, пожалуйста, Валерия. В студии уже обсуждалась ишемическая болезнь сердца, мне бы хотелось продолжить этот список. Если рассматривать нарушения со стороны обменных процессов, то стоит упомянуть о таких болезнях, как подагра и сахарный диабет второго типа. Чаще у мужчин, чем у женщин также встречаются патологии со стороны дыхательной системы, зачастую это хроническая обструктивная болезнь легких, и со стороны желудочно-кишечного тракта, это язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Также чаще у мужчин встречается паховая грыжа, это связано с особенностями анатомии мужского тела. Также стоит отметить, что мужчины, они все-таки менее осторожны и у них чаще встречается травматизм. Леонид Дмитрий Мы будем что-то пояснять еще. Все мы назвали, наверное, да? Ну, назвали, вот, все группы заболеваний рассмотрели, да? Мы, наверное, с вами поговорим, да, да, в этом. У нас будет еще разговор об этом, об обменных нарушениях, и мы коснемся того, чего они сказали. Давайте мы ребятам пока будем задавать следующий вопрос. Ребята, внимание на экран для вас второй вопрос. Если, как утверждает статистика, быть мужчиной уже фактор риска преждевременного развития некоторых заболеваний, не стоит умножить дополнительные угрозы. Они общеизвестны. Вредные привычки, лишний вес, стрессы и часто пренебрежение визитами к врачу. А вот с какого возраста надо делать профилактические осмотры и каких врачей посещать? Это вопрос для вас. Ребята, вы пока готовьте ответ на ваш второй вопрос, а мы продолжим разговор. Леонид Бурагимович, ну давайте мы о генетике немножечко больше скажем о наследственности. Ребята уже назвали эти заболевания, которые чаще у мужчин. Но мы еще знаем, что это гемофилия, это шизофрения, аутизм. Почему это в большей степени у дел мужчин? Что это? Может быть, это гормональный фон, вредные привычки, условия жизни? Ну, я коснусь некоторых из них. И, может быть, приведу такие, как мне кажется, интересные параллели. Дело в том, что действительно гемофилии болеют в основном мужчины. Гемофилия, суть-то заболевания, отсутствуют факторы свертываемости крови. И поэтому есть гемофилия А, Б и С. Восьмой, девятый, одиннадцатый фактор. Так вот, А и Б болеют только мужчины, а С гемофилией болеют и женщины. Суть здесь заболевания в том, она генетическая. И связано, вот то, что вы сказали, связано с дефектом в х-хромосоме. Дело в том, что женщина имеет две Х-хромосомы, а мужчина имеет Y и X. Поэтому, если одна хромосома Х дефектна и попадет к мужчине, ну, от мамы, да, от мамы, например, я скажу, что об этом, то тогда у нее обязательно разовьется. Если же у женщины будет одна хромосома повреждена, то вторая может взять на себя функцию, поэтому она не болеет. Но она является переносчиком этого заболевания. Гемофилия, которая проявляется кровоточивостью у пациентов. А что касается подагры, то подагра тоже связана с Х-хромосомой. С Х-хромосомой. Дефект ее, то есть заболевает подагрой лица предрасположенные, даже генетически уже это предсказано. Но не все же люди болеют подагрой с дефектом хромосомы, у которых есть больные подагрой, и их, наверное, большинство, которые болеют в результате того, что суть ее, этой болезни, увеличивается большое количество мочевой кислоты. А мочевая кислота это конечный продукт обмена пуринов. Пурины особые белковые соединения имидазоперимедины, так звучит их название химическое. Вот здесь я хочу сказать, поскольку перед нами аудитория широкая, что пурины находятся в мясных бульонах, мясо, вот мы очень любим холодец, на праздники у нас, это чистые пурины. Среди рыбы отмечают сардины, сухое вино, много содержит пуринов. И конечный продукт мочевая кислота, но я хочу вам сказать, что и мочевая кислота, и пурины это необходимые организму вещества. То есть не нужно полностью отказываться от таких хороших продуктов. Совершенно верно. Дело опасное, сразу скажу, в дисбалансе. Если это превышает возможности организма или компенсировать, если у него нету генетического дефекта, или если есть генетический дефект, то же самое ускоряет это проявление. Поэтому да, а мочевая кислота, хотел сказать, это антиоксидант, это защитник сосудов, в частности интимы, и он тоже необходим. Значит, все дело в чем? Дело в их увеличении. Вот здесь важно то, что мы говорили раньше, обратиться своевременно к врачу. Простой анализ, и сразу же видно, какое количество мочевой кислоты у тебя есть. Если это превышает нормативы, если это есть какая-то клиническая картина, а подагра чаще всего проявляется артритом, полиартритом, артритом, чаще поражается по большой палец стопы. Поэтому и в плане профилактики вот то, что я сказал, но полностью отказываться нельзя. Таким образом, если мы упомянули с вами гемофилию и подагру, то, видите, здесь просто параллель такая, генетическая, если говорить, ну и целый ряд других заболеваний, мы говорим о том, что у мужчин больше, ну мне вот хочется упомянуть, допустим, такую болезнь Шегрена, где женщина болеет в 25 раз чаще, чем мужчина этой болезнью, тоже генетически обусловлено, это одно из заболеваний соединительной ткани, ну, ревматических заболеваний. Редкая болезнь достаточно. редкая заболевания, но встречается, когда поражаются железы слюнные, слезные, поджелудочная железа, железы желудка, и сейчас достаточно, если не самоволеть, то синдром Шегрена часто проявляется при, допустим, ревматоином отретии, при ревматических заболеваниях. Короче говоря, у женщин тоже есть свои заболевания. У женщин тоже есть свои заболевания генетически обусловлены. Леонид Абрагимович, ну, если вот говорить о нарушении обмена, болезнях обмена, наверное, нельзя не затронуть сахарный диабет второго типа, который тоже чаще наблюдается у мужчин, чем у женщин. Получается, что высокий уровень глюкозы совсем не сладкую жизнь сулит, и это имеет свои особые осложнения, иногда даже смертельно опасные. Безусловно. Что здесь вот нужно, на что обратить внимание, какие, может быть, первые симптомы, с чем обращаться, и, в общем-то, существует ли лечение какой-то данной болезни сейчас? Вы обратили внимание, вот когда я перечислял 20 этих, это сахарный диабет в мировой здесь статистике на шестом месте. Но я сразу хочу не пугать, а действительно сказать, ведь если сахарный диабет контролировать, а он в основном прекрасно контролируется нашими эндокринологами и врачи общей практики, они ведут таких больных, то это вообще называют не болезнь, а образ жизни больных, больные сахарным диабетом. Но несомненно, что это серьезное заболевание требует профессионального контроля и лечения. Здесь упростить, чтобы мы не шли в глубину медицинской, сказать суть сахарного диабета второго типа заключается в том, что инсулин может быть в организме. Если, допустим, сахарный диабет первого типа, там инсулина нет. Здесь же инсулин может быть, но он не усваивается организмом. Это один вариант сахарного диабета второго типа. И второй тип сахарного диабета может при дефектном инсулине быть, который, вы знаете, люди наши знают, образуется в клеточках так называемых островков лангерганца в поджелудочной железе. Что я скажу? Те лица, которые злоупотребляют употреблением углеводов, ну, или, проще, сладостями, да, у них со временем притупляется рецепторный аппарат клеток, которые нуждаются в глюкозе, а инсулин то вещество, такой гормон, который способствует именно усвоению. Без него невозможно. И они притупляют это восприятие. Если диабет появляется на этом уровне и других причин нету, то достаточно назначить ему диету и в некоторых случаях он полностью компенсируется. То есть здесь еще раз мы увязываем правильное своевременное обращение к врачу. Элементарно делаются анализы крови и сразу же может по какой-то методике кривую сахарную проверят и сразу выходят на диагностику. Спасибо. Ребята, у вас было достаточно времени для того, чтобы ответить на наш второй вопрос. Помните, он был, да? О том, с какого возраста и каких специалистов должен посещать мужчина. Разрешите мне ответить на поставленный вопрос. Да, пожалуйста, Артур. Как правило, медицинские осмотры проводят с дошкольного возраста. Плановые медицинские осмотры в детских садах осуществляются раз в год, что позволяет выявить заболевание наиболее на ранних этапах и впоследствии снизить уровень болезненности у детей более старшего возраста. Особая группа обследуемых пациентов составляют люди после 30 лет. Так как к этому периоду организм завершил возрастную перестройку и наше здоровье требует повышенного внимания к себе. Порядок прохождения специалистов определяется врачом-терапевтом или профологом, но к терапевту следует заглядывать регулярно. Основной ошибкой данной группы населения является невнимательность к своему здоровью и сигналам, которым посылает свой организм. И впоследствии чего приводит к необратимым результатам. Например, если у человека недомогание, головная боль, следует сразу же обратиться к терапевту и не откладывать это. Он окажет квалифицированную медицинскую помощь и организует грамотное лечение и при необходимости направит к более узкому специалисту. Ведь все мы знаем, что любое заболевание лучше предупредить, чем потом лечить. Ну, я думаю, что это очень хороший вывод из всего сказанного, да, Леонид Ибрагимович? Думаю, что правильно. Наверное, правильно сказали все. Правильно рекомендую. Практически все вопросы, которые хотели сегодня, рассмотрели. Я попрошу вас в конце вот так подытожить все-таки, что же нужно делать мужчинам, чтобы сохранить их жизнь дольше и качественно, и более. Я бы, знаете, что хотел добавить еще, что, если говорить о мужчинах, чтобы они еще не игнорировали визиты к урологу. Потому что особенно у лиц пожилого возраста, если речь идет о сокращении смерти, надо обратить на состояние предстательной железы. И здесь тоже не нужно стесняться. И чем раньше придешь к этому доктору, то он раньше тебе поможет, а сейчас они владеют такими технологиями, что это предупредит смертельный исход. Поэтому мне кажется, что здесь это правильное питание, здоровый образ жизни, не злоупотребление алкоголем, курить, прекратить курить. Весь мир сейчас от этого отказывается. В самолетах курить нельзя, в кафе курить нельзя, и в других местах нельзя курить. Спасибо большое за сегодняшний наш разговор. Сегодня в гостях у программы «Тело человека» был врач-терапевт высшей квалификационной категории, заслуженный врач Республики Беларусь, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней, кандидат медицинских наук Леонид Ибрагимович Друян. Спасибо. А также двое студентов Гомельского медицинского университета Валерия Сковородка и Артур Макаров Спасибо большое за встречу. Субтитры сделал DimaTorzok